Приветствую вас дорогие мои девы с вами опять я Татьяна Шаманова сегодня у нас будет прогноз на 2022 год ну прогноз будет очень краткий отметим только основные аспекты этого года как бы будет своего рода обзор основных моментов года да вот посмотрим какие перспективы вас ожидают в этом году какие шансы выпадут какие риски ожидаются ну и конечно же мы получим предупреждение от карт таро чего стоит опасаться и от чего стоит подстраховаться и так начнем обширный более прогноз на 2022 год конечно же будет в конце этого года а пока так наброски события 22 года перспективы каковы перспективы в общем разрезе не акцентируясь на основные сферы вашей жизни в данном случае у нас выпала карта десятка чаш ну что ж прекрасные перспективы друзья мои очень радужные особенно это будет касаться каких-то семейных отношений родственных отношений отношений любовных дружеских отношений ну посмотрим сейчас что конкретно по сферам вашей жизни какие перспективы там откроются и так в деловой сфере перспективы какие ожидаются то есть эта сфера работы бизнеса личных дел домашних дел хозяйских дел и так далее что здесь ожидается семерка пентакли прекрасно какие перспективы финансовой сфере тройка пентакли отлично так и какие перспективы сфере отношений повешен что можно сказать на фоне так сказать общих перспектив в деловой сфере семерка пентакли она говорит что этот год может открыть вам перспективы в отношении каких-то деловых связей деловых контактов улучшения профессиональной улучшения в профессиональной деятельности реализации ваших дел которые касаются дома семьи да как можно можно даже сказать что в течение года будет очень много сделано и концу года останется чуть-чуть может не доделано перейдет на следующий год но тем не менее уже пойдет какой-то результат точнее сбор урожая и это хорошо в том числе и созвучно с общей тенденции перспектив по десятке чаш дальше идем финансовая сфера она также нас радует здесь у нас стройка пентакли да это друзья мои партнерство очень выгодное финансовое партнерство это появление новых источников финансовых источников расширение финансов это какие-то финансовые союзы это сделки может быть по покупке по продаже но конечно скорее всего это будет совместно с кем-то то есть большую прибыль или большую выгоду будут приносить именно какие-то отношения в группе то есть финансовые дела в группе с кем-то но тем не менее перспективы открываются хорошие да они новые причем понимаете новые какие-то новые завязки новые роски но тем не менее друзья мои может быть благодаря тому что вы получите какие-то новые знания новые навыки ну что-то еще может образование какое-то получите но тем не менее может быть новое дело благодаря открытию нового в делу у вас начнет расширяться финансовый ваш поток что касается отношений здесь у нас выпала карта повешены конечно повешены прежде всего у нас говорит о каких-то зависаниях а какие каких-то торможениях но друзья мои мы рассматриваем позицию перспективы то есть если какие-то у вас проблемы нерешенные задачи или допустим проблемы связаны не с с влиянием других людей на ваши дела с негативным конечно влиянием то в данном случае карта повешены она говорит о том что эта проблема уйдет либо она притормозится она перестанет вас мучить скажем так дальше что у нас еще если у кого-то на данный момент отношения складываются не очень хорошие деловые или любовные сердечные отношения то развитие в негативном ключе дальше таких отношений также приостановится как бы наступит своего рода пауза может это для того чтобы еще раз подумать еще раз взвесить все еще раз присмотреться кто прав кто виноват или стоит ли дальше эти отношения развивать именно в этом ключе или что-то может быть изменить но тем не менее тем не менее тем не менее вам будет дана перспектива торможения остановки остановки развития негативных каких-то моментов в ваших отношениях хорошо теперь давайте посмотрим а каковы шансы ну шансы у нас друзья мои это можно сказать сюрпризы счастливые случаи если перспективы это то что действительно реально то что действительно будет то шанс тут как говорится кто что заметит вот сейчас мы посмотрим каковы шансы будут вам даны двадцать втором году и так сфере в деловой сфере какие шансы будут даны пятерка жезлов сфере финансов какие шансы паш чаш в сфере отношений какие шансы туз жезлов ну конечно бросается в глаза в первую очередь сфера отношений шансы это туз жезлов это новое начало новое развитие вполне возможно что после вот этой остановки торможение зависание наступит новый период появится шанс для каких-то новых моментов может быть для коренных изменений ваших отношениях но то что загорится факелок или факел у кого что может новые чувства какие-то придут но не обязательно допустим к тому партнеру и партнерши который на данный момент у вас но появится шанс встретить кого-то другого испытать какую-то другую любовь другие отношения другие знакомства то же самое конечно касается и деловых отношений это новые партнерские деловые отношения появление новых друзей новых подруг и в принципе друзья мои может быть даже родственные отношения в родственных отношениях начнут появляться какие-то новые грани изменения может о которых вы мечтали я надеюсь что изменения действительно в лучшую сторону и в принципе десятка чаш она как раз и как склоняется именно к улучшению отношений что касается остальных сфер жизни ну деловая сфера здесь у нас пятерка жезлов в принципе друзья мои шанс настоять на чем-то своем шанс выделить свои интересы на первый план шанс отстоять свои права шанс пасть по высить свою компетентность в глазах других людей в том числе конечно профессиональную компетентность не важно в чем профессиональная компетентность это может быть и с работой связанной с бизнесом может с личными какими-то делами домашними делами но здесь у нас прослеживается именно компетентность в знаниях в энергичности вашей что-то новое в вас откроется что-то новое позволит вам с легкой руки или с легкой ноги начинать любое новое дело любые какие-то другие дела но тем не менее факт остается фактом что это очень позитивный шанс и особенно особенно этот позитив конечно будет прослеживаться именно в авторитетности вашей вот у меня такое ощущение именно в авторитетности в повышение вашей авторитетности повышение вашего влияния на все дела в вашей деловой сфере что касается финансов ну здесь мы видим ваш чаш выпал это новое начало чего-то то есть новый источник может быть и этот источник и быть за счет финансового потока от ваших детей может быть этот и новый финансовый источник за счет вашего какого-то нового дела вашего вовлечения в зарабатывание денег в получение дохода но это шанс понимаете это только шанс друзья мои воспользуйтесь вы им или не воспользуйтесь это уже другая история что касается рисков сейчас давайте посмотрим какие риски могут встретиться у вас ну вообще 22 год у вас конечно девы позитивники вот я считаю что открывающиеся перспективы они в общем очень даже радужные так риски друзья мои риски 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 тройка дисков то есть тройка пентаклей сразу же замечу что у нас перспективах тройка пентаклей и в рисках тройка пентаклей это конечно знак и эти риски скорее всего будут как так касаться финансовых дел ваших поэтому обратите внимание будьте осторожны при заключении сделок при каких-то контактах при проведении финансовых операций в общем соблюдайте все правила законы или будьте внимательны к тому что вам предлагают и не действуйте на доверие а именно все проверяйте перепроверяйте чтобы духа или аннулировать эти риски полностью или свести их хотя бы к минимуму так что касается предупреждений давайте посмотрим о чем вас предупреждает второго ну тройками мечей действительно очень четкое предупреждение и в первую очередь конечно карта говорит что будьте внимательны соблюдайте осторожность в отношениях потому что тройка мечей это разрывы это подставы это увольнение причем резкие увольнения это предательство где-то это могут быть какие-то любовные треугольники то есть в принципе друзья мои если у вас есть слабая сторона или слабое звено какое-то в вашей жизни то там надо быть максимально предельно осторожными это может касаться конечно и отношений это можно может касаться и дел и финансов потому что есть шанс негативного развития негативного развития но для того и до нового предупреждения друзья мои до того и до нового чтобы вы действительно были внимательны и если же вам выпадут эти испытания в течение 22 года то надо просто их пережить пройти я бы так сказал пройти достойно и выгодно со всех сторон имеется в виду выгодно конечно для вас вот мне здесь видится знаете предупреждение скорее всего могут касаться отношений потому что карта повешенной она говорит что вот там надо быть внимательным не рвать смаху не разрывать какие-то связи разбираться почему так происходит с чем это связано что можно сделать чтобы выправить эти отношения и так далее друзья мои но в любом случае конечно карта предупреждения серьезная вот ее нужно принять во внимание но я хочу подчеркнуть что это все-таки общий расклад друзья мои и не факт что это касается всех вас поэтому примите это эту информацию трезво разумно и спокойно не паникуйте ну а в заключении я бы еще сказала все таки десятка чаш говорящие о перспективах о перспективах то есть об общей картине этого года она принципе для вас ну максимально положительно максимально позитивная и если будут в течение года какие-то шероховатости то для вас они ну скажем не такие будут трагичные а может даже и вообще не трагичные может быть как раз вот те шероховатости или испытания хоть как их тут назови они как раз для того вам будут даны чтобы выйти на новый уровень выйти в новый портал я бы так даже выразиться уровень улучшения вашей жизни и никак иначе вот мне именно видится так ну что ж мои хорошие на этом я закругляюсь мне остается конечно пожелать вам здоровья удачи успехов ну а самое главное будьте счастливы и до новых встреч на моем канале моем инстаграме это шерохов это шерохов это шерохов